Добрый вечер. Я напомню только правила нашей игры. Можно в течение нашего разговора задавать вопросы, вставлять замечания. Единственная просьба, чтобы это было в некотором приемлемом формате, чтобы это не зашкаливало за несколько минут, чтобы мы когда-то могли продвигаться. Сегодня мы занимаемся книгой Дворим. В прошлый раз, к самому конце занятия, я сделал некоторую преамбул касательно книги Дворим. Если по ходу нашего сегодняшнего разговора возникнут дополнительные вопросы, связанные с этой книгой в целом, то пусть бы их задавать. А мы с вами сегодня рассмотрим в них конкретные примеры, которые проиллюстрируют то, каким образом видоизменяются или трансформируются определенные исторические нарративы, рассказанные в книге «Шимот» исходы, в книге «Бамидбар» числа, как они претерпевают метаморфозы в книге Дворим. И, естественно, мы зададимся вопросом, почему это так. Это два главных вопроса. Что происходит с текстом и почему это с ним происходит. Ну и, если вы не возражаете, мы сразу же и начнем. И я делаю share screen. Тексты, как обычно на иврите, всегда можно будет, как бы, если я их буду кратенько переводить, вот, и всегда можно переспрашивать. Итак, первый наш сюжет, связанный с книгой Дворим, это сюжет о назначении судей. Я представил здесь, прежде всего, очень известный, можно сказать, хрестоматийный текст из книги «Шимот» 18 главы о том, как Итро, тесть Муше, придя к Синайской горе, заметил, что Муше судит народ с утра до вечера и не имеет ни малейшего отдыха. И он говорит ему, что долго в таком режиме работать не удастся. И если Муше хочет как-то функционировать и при этом сохранять связь с Богом, то ему нужно назначить судей, создать какую-то судебную иерархию. Он объясняет ему, каких людей нужно назначить. Они должны быть мужественными, боговоязненными, честными, ненавидящими корысть. И вот эти люди, собственно говоря, и станут судить народ. А когда дело будет доходить до чего-то очень серьезного, то тогда они будут эту серьезную тяжбу приносить на рассмотрение Муше. Тогда ему станет легче. И Муше в самом деле соглашается и принимает совет Итро и назначает этих людей, которые судят. После чего Итро уходит в освоясь. Муше провожает его, и Итро уходит в свою землю. Есть еще один отрывок, который мы через несколько минут вернемся, из книги Бемидвар, который связан непосредственно с тем, что мы будем сейчас обсуждать. Но для начала все-таки я представлю текст книги Дворим. Как книга Дворим, то есть Муше в первом лице, рассказывает эту историю. Рассказывает он это так. В то время я сказал, что не могу один нести ваше время. Вас очень много, вы как звезды небесные, и Господь Бог еще умножит вас и благословит вас. Как же я один буду нести все ваши тяготы, весь ваш груз и разбирать ваши тяжбы. Поэтому изберите-ка себе мудрых и знающих людей и поставьте их во главе. И они, как дальше будет сказано, будут судить. На эту просьбу Муше народ ответил утвердительно. Тоф Гадавара Шерди Барта Насот. И тогда я взял из ваших колен людей мудрых и знающих, поставил их над вами с тем, чтобы они осуществляли руководство, и сказал вашим судьям, судите братьев своих, судите справедливо и не лицеприятствуйте в суде, ибо суд он божий, а все, что будет вам трудно, приносите ко мне. И я дал тогда, заповедовал вам, дал указания касательно всех вещей, которые вы должны делать. Каков этот рассказ в книге Дворима? Я думаю, что бросаются сразу же в глаза две вещи. Во-первых, инициатива здесь исходит от Муше, от него самого. Во-вторых, полностью исчезает из этого сюжета Итро. Итро не упоминается. Зато вместо Итро в повествование вводится сам народ, который осуществляет некий диалог с Муше, принимает его предложение, происходит такое коллегиальное руководство. И таким образом назначаются судьи и руководители народа. На эту сложность, естественно, обращали внимание комментаторы. Я в данном случае приведу мнение такого крупного комментатора, как Рав Дон Ицхаха Бриванель, который, обсуждая этот сюжет, говорит о том, что, конечно же, Муше не нуждался в Совете Итро для того, чтобы назначить судей. Он сам прекрасно понимал, что это надо сделать. Но поскольку Итро был его тестем, он не мог проявить по отношению к нему неуважение и сказать ему в ответ на его хорошие намерения, на его предложения, сказать, я и сам знаю без тебя, что надо делать. Поэтому он вежливо принял это предложение, сказал, что я так и поступлю, и поступил так. Хотя, на самом деле, знал и без Итро, что надо делать. Понятно, что такой комментарий является комментарием гармонистическим, то есть таким, который пытается снять определенное противоречие между двумя текстами, рассказывающими одну и ту же историю. Такого рода текстов в Танахе немало. И, соответственно, немало и комментариев, которые таким образом пытаются решить проблему, мы дальше это тоже увидим. Теперь, перед тем, как дать альтернативный ответ на заданный вопрос, я хочу обратить вас к еще одному тексту, который, казалось бы, рассказывает о другом. Но, как мы увидим, книга Девари непосредственно использует его для того, чтобы трансформировать и создать по-новому рассказ о назначении судей. Текст находится в 11 главе книги Бамидбар. И там рассказывается следующая история. Муше слышит, как народ плачет. Есть всякие тяготы, неудобства. И он из-за этого очень переживает. И говорит Богу, почему ты совершил такое нехорошее деяние по отношению к твоему рабу. То есть он имеет в виду, естественно, самого себя в душе. Чем я тебе не угодил, что ты возложил на меня груз этого народа? Разве я зачал этот народ? Разве я его породил? Может, я тут пользуюсь метафорами, как мы видим? Разве я его мать? Что ты мне говоришь? Носи его, как нянька, значит, на руках, как носят младенца. Откуда я могу? А плачут они, потому что у них не хватает мяса. Откуда я возьму для них мясо? Они плачут и говорят, дай мясо. Как маленькие дети, значит, требуют у родителей еды. Не могу я один нести этот народ? Ибо он слишком тяжел для меня. Если уж ты так делаешь, то лучше убей меня вовсе, если я тебе не угодил. На что Всевышний отвечает Муше, говорит так, собери 70 человек из старцев, из старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они люди, уважаемые руководители народа. «Приведи их в шатер откровения, спиню, и пусть они встанут рядом с тобой. И я спущусь и буду говорить с тобой там. И как бы имманирую, перенесу часть духа моего, то есть духа, который на тебе, к ним, на них, перенесу я часть духа на них. И тогда они будут вместе с тобой нести груз этого народа, а ты не будешь нести один». И Муше делает то, что говорит ему Бог. Он приводит этих 70 старейшин, ставит их рядом с шатром, Господь спускается в облаке и действительно имманирует этот дух, переносит его, и этот дух как бы почиит на 70 старейшинах, и они начинают пророчество. То есть понятно, что это дух пророчества, который Бог дарует этим людям. Казалось бы, это другая история. Чем-то похожая, потому что избираются какие-то люди, которые должны помочь Муше. Однако не говорится, что это судьи, скорее речь идет о пророках. Но что интересно для нас? Для нас интересно в этой ситуации следующее, что, во-первых, Муше жалуются на то, что он не может нести груз этого народа и просит у Бога, чтобы кто-то ему этот груз облегчил. И самое главное, обратите внимание на одну фразу. Тут уж не может быть случайного попадания. Тут сказано в 14 стихе. Буквальный перевод «Не могу я один нести весь этот народ». Теперь возвращаемся на секунду к книге дворим. И первый же стих Муше говорит о себе так, народу обращаясь. Я не смогу один, я не могу один нести вас. Я думаю, что не нужно обладать какой-то супер проницательностью, чтобы понять, что это цитата. То есть, книга дворим напрямую цитирует здесь то, что написано в книге Бенедбар. Теперь, что же таким образом происходит? С точки зрения нарративной, с точки зрения, если угодно, литературной, книга дворим соединяет два рассказа. Соединяет и превращает их, по сути дела, в один и тот же рассказ. То есть, как бы, используя некие нарративные элементы второго рассказа о назначении старейшин пророков, а именно то обстоятельство, что Муше жалуется и говорит, что он не может сам нести груз этого народа. Эти элементы вносятся в рассказ о назначении судей, который таким образом видоизменяется довольно радикальным образом по сравнению с тем, как он рассказывается в книге «Шмот». Инициатором всего процесса оказывается Муше и по ходу дела исчезает из картины «Итру». Теперь, да, пожалуйста, Миша. Дим, напомнил вам, пожалуйста, откуда мы знаем, что книга «Дворим» позже, чем другие книги? Во-первых, я такого не сказал насчет «Позже» раньше. Какой материал оригинальный? Тот, который в книге «Дворим» или тот, который в других? Значит, как бы, если исходить, конечно, просто из того, как рассказываются вещи в Торе, то очевидно, что книга «Дворим» как бы опирается на то, что рассказывается там. Так это подано самой книге «Дворим». Теперь, что касается, скажем так, критического взгляда на то, как формировалась Тора, это вопрос более сложный. И тут мы оперируем скорее не терминологией книги о терминологии отдельной части этих книг, отдельные тексты, но в целом, в целом, и среди академического современного исследования текстов Торы в основном господствует представление о том, что большая часть корпуса книги «Дворим» надстраивается над рядом текстов из книги «Шмот» и «Вайкра и Бамидбар», за исключением тех текстов, ну, «Вайкра» на самом деле я в скобки возьму, за исключением тех текстов, которые принадлежат так называемой священнической и ежеведческой традиции по поводу датировки здесь есть споры, но мы сейчас этими текстами не занимаемся, так что, что касается меня, то я лично абсолютно убежден в том, что в данном случае книга «Дворим» использует эти два текста, которые я привел, создает из них некоторый единый рассказ, и это, по сути дела, некоторая экзогетическая стратегия, да, то есть, как бы рассказ создается при помощи соотнесения разных текстов торы и соединения их вместе. Просто для сравнения, что очень часто делают мудрецы в медрошах, которые, конечно, не переписывают тексты, для них уже есть канонические тексты, они его цитируют, а потом толкуют, мы об этом говорили, но очень часто что они делают? Для того, чтобы истолковать некий текст, например, текстуру, может нас свободно привести какие-то стихии из книги Таилии, из книги Мишлей и соединить эти тексты и сказать, что они говорят об одном и том же. То есть, это как бы Хазаль впоследствии развили эту стратегию и она расцвела пышным цветом. Теперь вопрос, который следует здесь задать, который я оставлю перед вами, а, собственно говоря, зачем это было нужно сделать? Зачем? С какой целью книги Двори, если угодно Моше, производит эту трансформацию? Почему не рассказать историю о назначении судей так, как она рассказана в книге Шмот? Можно, конечно, те или иные, знаем, что бывают относительно мизерные стилистические расхождения даже внутри одного и того же рассказа, когда повторяется что-то, там, скажем, недавно мы читали в недельном разделе Хаей-Сара, где раба Враама сначала общался с Ривкой, будущей женой Ицхака, а потом рассказал о своем общении ее родным, о своем общении с ней. И там некоторые изменения, на которые комментаторы обращают внимание, но изменения эти не носят радикального характера, радикальный характер, они не создают другой рассказ, а здесь создан другой рассказ. И вот я как бы хотел бы обратить сначала вопрос к вам, я сейчас сделаю на минутку стоп-ше, и как бы есть ли у вас какие-то соображения на эту тему? Почему? Мы проследили, что произошло, теперь попытаемся дать ответ, почему? есть кто-нибудь? Ну, если можно, ведь книга Дворим это как бы прощальная речь Маше, да, и поэтому он может излагать как бы события просто по-своему, но в каких-то своих целях, то есть ничего странного как бы здесь нет. Ну, смотрите, можно, конечно, сказать, что в каких-то своих целях можно что-то изменить, но всегда интересно понять, каковы эти цели. Есть еврейский комментарий с момента его возникновения, он возникает еще в библейские времена, строится на том, что мы не удовлетворяемся ответом, вот так это и все. мы пытаемся понять, а почему это так, откуда это берется, поэтому как бы с чего бы вдруг Моше, что он забыл, прошло 40 лет и он немножко подзабыл, как было дело, и поэтому у него немножко сместились представления, при этом сама Тора подчеркивает, что Моше до дня своей смерти был в полной силе, в здравом уме, твердой памяти, значит, как бы это представляется странным. Есть ли у кого-нибудь еще соображения на эту тему, я еще раз подчеркиваю, почему это произошло. Давайте я попробую. Окей. Но тут как бы я считаю, что по крайней мере две причины можно указать. Да. Это просто очень длинный рассказ, поэтому я только принципы сам их скажу. Первый принцип касается того, что, как вы сказали, это не первый раз такое дублирование происходит, да, с разных позиций, описывается одно и то же событие, да? Да. Даже такой элемент, как полисемия, когда город Бершева называется и того, что клятва, и от того, что это семь овец, вот, и, допустим, Месаф называется дом, потому что он родился волосатый красный, потому что он попросил это кушание красное красное, то есть Тора дублирует несколько таких взглядов, создает такой объем этих образов, которые позволяет их заставляет искать действительно единый ответ найти ситуацию, как они совмещаются вместе, и они действительно могут быть совместены вместе, причем это еще преследует определенную цель в данном случае, только я скажу в тех случаях, в которых вы сказали, что если посмотреть в целом на все, что происходит в Бамидбар дворин, то в конце концов все сводится к тому, что это действительно народ кашиоров, очень с ним тяжело управлять, это как бы дается такое назидание, а потом призываются свидетели неба и земля, и так далее, и так далее, и потом православение Маше, когда он говорит, что при жизни вы такие были строптивы, а что же говорить, после смерти Маше, значит, находится оправдание тому, что народ не будет делать так, как положено, в общем-то, и что дается такое предвидение, что будут очень большие сложности, и это совершенно четко указано, вот, и Тор окончается довольно пессимистично, да, что из этого следует, Эмиль, касательно нашего рассказа? Из этого следует то, что постепенно нагнетается вот это представление о том, что виноват, в общем-то, в конце концов народ, и действительно, можно интерпретировать все случаи, когда происходит диалог, и когда посылаются разведчики, и когда... Разведчиков мы дойдем, давайте мы сконцентрируемся все-таки на нашем рассказе, здесь не идет речь о чьей-то вине, абсолютно позитивное начинание. Конечно, речь идет о том, что жалобы Маше, да, и с этим связано и Итро, в общем-то, Итро, почему он странным образом вдруг начинает книгу Дворим с Итро, и напоминает, что вот... Он не начинает, в том-то и дело, что Итро пропадает. Нет, он начинает непосредственно об этом рассказе, а он его просит, значит, просит Итро пойти, а, нет, это в начале книги Домидвар, он просит Итро пойти с ними. Одну секунду, Эмиль, одну секунду. Вы будете пучными глазами, он ему говорит, да? Одну секунду, это не в начале книги Домидвара, в середине, но я все же хочу, чтобы мы сконцентрировались на нашем конкретном рассказе, иначе это уйдет очень далеко. Я хочу обратить ваше внимание на следующий. Вот тут написали в чате, что, может быть, за 40 лет успели забыть, кто такой Итро, может быть, люди и могли, но Моше, казалось бы, не должен был забыть, кто такой Итро, это его собственный тесть. Плюс испортились отношения с Медьяном. С Медьяном действительно отношения были, как мы уже это обсуждали, неровные, однако, казалось бы, это не должно являться причиной того, чтобы как бы замолчать роли Тро. Теперь, но я все-таки воспользуюсь тем, что и вы все сказали сейчас и написали. И хочу обратить ваше внимание на два момента, которые, на мой взгляд, опять же, я с самого начала говорю, как и всегда, что моя интерпретация это попытка понимания, она не претендует на какой-то окончательный ответ. что мы видим? Мы видим, во-первых, что книга Дворим более чем какая-либо другая книга, которая подчеркивает радикальную дистанцию, которая пролегает между народом Израиля и другими народами. В первую очередь, это касается хананских народов, но и в целом, мы неоднократно встречаем в качестве аргументации тех или иных заповедей в книге Дворим, что ты помни о том, что ты отделенный народ у Господа, что ты не можешь смешиваться каким бы то ни было образом с другими народами. Теперь из этого некоторые, это не то, что какой-то мой хидуш, моя личная интерпретация, но, по крайней мере, из этого делается следующий вывод, что целым рядом интерпретаторов, исследователей, что Итро является здесь своего рода камнем преткновения и ну что ли нарушением этой общей концепции. Мало того, что речь идет об инородце, но еще и о таком инородце, который фактически создает судебную систему Израиля. А судебная система Израиля это отражение небесного суда. Не зря начинается с того, наш рассказ, что утверждается, что суд убога, кямишпата илогимбум, да, это высшее определение суда. И получается, что как бы за этим, так сказать, как бы одним из наиболее деликатных и важных начинаний народа Израиля, которые связывают его с Богом непосредственно. У истоков этого начинания стоит инородец. Это невозможно принять. И поэтому инородец уходит из повествования. Его исчезает. Помимо прочего, важно автору книги нашей как бы важной книге Двори подчеркнуть, что такое начинание должно каким-то образом иметь причину в самом Моше, потому что Моше признанный лидер Израиля, признанный судья. Нет никого, кто бы мог бы с ним сравниться. Нет, казалось бы, никакой необходимости в дополнительных посредниках между Моше и народом Израиля. И необходимо объяснить, почему Моше решает тем не менее таких посредников поставить. И получается, что одним ударом книга Дворим что называется убивает двух зайцев. С одной стороны, устраняет инородца от истоков такого важного начинания, как установление судей, а с другой стороны, инициативу этого дела приписывают Моше. Теперь еще один маленький момент, на который я хочу обратить внимание, он, конечно, уже не носит идеологический характер, но все-таки довольно любопытный. Меняется характеристика судей. в книге Шимот они обозначаются как, как мы помним, люди доблестные, богобоязненные, честные, не берущие, не стремящиеся к корысти. Все это заменяется в книге Дворим на терминологию мудрые. Можно, конечно, сказать, что мудрые покрывают это все, но надо отметить, что это тоже одна из существенных черт книги Дворим там, где можно ставиться во главу угла мудрость как высшее качество. Мудрым является сам Муше, мудрым являются его ставленники, мудрым должен быть народ Израиля, когда говорится в книге Дворим, как будут относиться другие народы к Израилю, первое, что о нем говорится, что этот мудрый народ, об этом написано целое исследование о связи книги Дворим с литературой мудрости, в частности исследователь, которого я уже упоминал в свое время Муше Вайнфильм написал об этом чрезвычайно интересное исследование, но в целом, если подводить итог этому первому сюжету, который мы рассмотрели, мы видим, что происходит с неким нарративом. Он видоизменяется, если угодно, толкуется в соответствии с представлением о том, как должно быть. Это на самом деле общий вопрос по отношению к целому ряду текстов библейской историографии. Вопрос не в том, как это было, а скорее в том, как в глазах авторов это должно было происходить, должно было быть. И поэтому тексты видоизменяются, интерпретируются в соответствии с этим представлением. Таким был наш первый сюжет. Теперь мы взглянем с вашего разрешения на сюжет номер два, который уже здесь упоминался. Сюжет номер два это сюжет как раз связанный с разведчиками. Я не буду читать и пересказывать подробно весь этот текст, он хорошо известен о том, как Бог говорит Муше послать людей, представителей от каждого колена, Муше посылает их, они приходят, приносят вести о том, что земля прекрасна, но захватить ее невозможно, потому что очень силен народ, который там сидит, и в результате это полностью деморализует весь народ, который говорит о том, что в землю войти невозможно, и даже, что нужно просто назначить себе другие главы и вернуться в Египет. И лишь из всех этих 12 человек Иушуэй Калеб Бен-Ифуне, Иушуэй из колена Ефраема и колеб из колена Иуды противостоят этому и говорят, что ни в коем случае мы сможем пойти в эту землю, пунтуйте против Бога, ну, а потом выносится, как известно, тяжелый приговор, который обрек Израиль на 40-летнее скитание по пустыне. Теперь мы посмотрим на то, как этот рассказ, какие изменения он претерпевает в книге Дворим. И опять мы сталкиваемся все с тем же. Муше говорит, и Муше дает некоторые указания касательно земли, идите, наследуйте землю, не бойтесь ничего. Аль-ти-равы, аль-ти-хат. И приблизились тогда вы все ко мне и сказали, давайте-ка пошлем людей перед нами, пусть они разведают землю и расскажут нам о том пути, который мы должны пойти, и какие города, которые мы должны войти. И это понравилось мне, и я взял 12 человек от каждого колена, и они отправились, вернулись с плодами земли, примерно так же, как это рассказывается в книге Гамидбар, но более коротко. И дальше Муша говорит, вы не захотели подняться, войти в эту землю, вы нарушили слово Господа, Бога вашего, вы жаловались и говорили, что из-за ненависти Господа к нам он вывел нас из Египта, чтобы отдать в руки иморейца, уничтожить нас. Зачем нам туда идти? Значит, наши братья устрашили нас, говоря, что здесь живут великаны, страшные народы. Я сказал вам тогда, не бойтесь, Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет воевать за вас. Он так же, точно, как Он делал это в Египте на ваших глазах и в пустыне, когда Он нес вас так, как отец несет своего сына, пока вы не дошли до этого места. И на это вы не полагаетесь на Господа Бога вашего, который идет перед вами и показывает вам место ваших стоянок ночью огнем, днем и облаком днем. Достаточно этого, потому что дальше тексты начинают пересекаться. Давайте посмотрим, что мы видим здесь. Опять же, мы видим явную трансформацию рассказов, достаточно серьезную. Мы видим, что инициатива послать разведчиков исходит от народа. Не Бог дает указание послать разведчиков, а народ просит об этом Моше. Моше это принимает, впоследствии оказывается, что это с его стороны была ошибка. И он говорит им, и это тоже такое важное отличие, заметьте, что не то, чтобы роль самих разведчиков сходит на нет, это не то, что произошло с ИТРО, они, конечно, упоминаются, и даже упоминается то, что они принесли такие вести, но главная, основная ответственность за предыдущее наказание возлагается на народ как таковой. Вы не захотели, вы нарушили волю Бога. Теперь третье отличие, на которое мы должны обратить внимание, не то, чтобы, опять же, Иошуэ и Калэп исчезают полностью, они появятся дальше, они упоминаются о том, что они были единственными, кто не пошел за остальными, и поэтому они и уцелеют. Но если в книге Бемидбар Муше проявляет в общем определенное бессилие, он не знает, как совладать с народом, он в растерянности, и бразды правления фактически берут Иошуэ и Калэп, вплоть до вмешательства Бога, самого Бога. Они пытаются остановить народ, мы видим, что здесь в книге двори, это делает Муше. Это делает Муше. Я сказал вам, не бойтесь. Дальше следует целая речь, насыщенная риторическими фигурами, о том, что нужно полагаться на Бога. Теперь здесь, конечно же, существуют гармонистические комментарии, которые пытаются как-то объяснить то, что происходит, потому что противоречия выпьют к небесам, что называется. самый известный комментарий, который есть в Медраше, приводит Раши в своем комментарии и говорит о том, что здесь произошло. Народ пришел к Муше, попросил послать разведчиков. Муше, естественно, не мог на свой страх и риск это сделать, и он отправился к Богу спросить, что делать. То, чего не написано, конечно, не в книге Буменбарни в книге Дворим, это связующее, это как бы связующее звено. И Бог ему сказал, на самом деле, конечно, не надо посылать никаких разведчиков. Это проявление неверия. Я вас веду в эту землю, какие разведчики, зачем? Но уж, коли они так настаивают, посылай разведчиков, только как бы потом не раскаялись. Это примерно тот сценарий, который Раши обрисовывает, опираясь на Медраж Мудрецов. В данном случае понятно цель этого текста, этого Медража, как-то соединить, потому что соединить трудно. Теперь я обращаюсь к вам все с тем же вопросом. На минуту опять же сделаем стоп-ше и обращаюсь к вам с тем же вопросом. А как вы предлагаете объяснить эти противоречия? Почему происходит такое вопиющее изменение рассказов книги дворей? Я сейчас могу сказать эту тему? только кратко, Эмиль, договариваемся, кратко, в течение двух минут. Я отвечаю, значит, во-первых, во всех этих случаях, в прошлом, в котором сейчас вы разбираете, участвует Всевышний. Всевышний одобряет и вопрос еще в том, почему вообще, если нужно избавиться от посторонних, вводится понятие ИТРО и даже им названа глава, как у нас так получилось, вот и так далее, ему придается большое значение. Это тоже имеет свой смысл. То, что я сейчас хочу сказать, я хочу сказать, что текст Торы, значит, то, что я сказал уже, что им преследуется цель к тому, чтобы обвинить народ во всем, это первое. Второе, значит, текст эллиптический, тут пропущены как бы многие звенья. Я только один момент приведу как бы попытки реставрации. Допустим, в Маше есть трудности, как вы сказали, я совершенно согласен, Демидбан. Он думает, что сделать, как, сказать, сделать, посередить, значит, сделать народ более уверенным, чтобы он выполнил эту задачу и вошел в Эрисис Рей. Вот, у него действительно возникает эта идея, и он идет к Всевышнему. Всевышний спрашивает его, что мне делать? Вот, я не знаю, этот народ действительно такой структивый, все, как быть? Он говорит, ну, а ты как сам думаешь? Я думал, я вот думал послать разведчиков, чтобы они разведали, вот тогда они увидят, какая-то земля прекрасная и хорошая, и тогда у них будет уверенность, и они пойдут. Он говорит, ну, хорошо, пошли от себя разведчиков, но смотрите, после того, что он говорит, пошли от себя, мы говорим, и таких-то, и таких-то, и таких-то. То есть, тут участвует много, как бы, компонентов в этом все. То, что вы предлагаете, Эмиль, это на самом деле чуть-чуть видоизмененный, может быть, но очень похожий вариант на тот, который я привел. Я хочу сказать некоторую методологически принципиальную вещь. В случае таких противоречий, естественно, существует два диаметрально противоположных подхода, хотя, конечно, можно найти всякие серединные варианты, но два, диаметрально противоположных подхода. Один подход, который исходит из некоторого гармонистического единства, и поэтому он пытается во что бы то ни стало снять противоречие. Сказать, что противоречие в сущности мнимое, его нет. Нам просто нужно заполнить некоторые лакуны в тексте, и тогда противоречие исчезнет, развеется, как дым. Это один подход. В основном, свойственный классическому комментарию Торы, разумеется, многие из мудрецов как бы следовали этому подходу времена, в талантические времена, и потом средневековые комментаторы. Теперь противоположный, другой, диаметрально противоположный подход, который состоит в том, что эти противоречия свидетельствуют о внутренней полемике, о том, что речь идет о двух разных видениях одного и того же сюжета. Это может относиться не только, кстати говоря, к историческим сюжетам, это может относиться в той же самой степени и к законам, поскольку наша тематика лежит в другой области, я поэтому не привожу примеров из области законов, в которых тоже книга Дворим создает некоторый переворот. Но суть этого подхода состоит в том, что есть некоторое столкновение, спор махлокет между книгой Дворим, если угодно, и в данном случае книгой Бемидба. Нас не удивляет то обстоятельство, что мудрецы спорят друг с другом. Если задать вопрос, что является центральным этосом, центральным, если угодно, стержнем, на котором стоит культура мудрецов, то я бы сказал, что это махлокет. Все вокруг этого. Они все время спорят. Это нас не удивляет. Нам трудно принять, я понимаю, почему, это так, когда мы накладываем ту же структуру, тот же дискурс на тексты Танаха в целом и Торы в частности, потому что мы исходим из того, что текст божественный, и поэтому не должно быть казалось бы споров и противоречий. Хотя сами мудрецы тоже говорили, что у Торы 70 лиц. И готовы были объяснять по-разному многие вещи. Но так или иначе, вот этот второй подход, который я пытаюсь сейчас продемонстрировать, базируется на том, что между книгой Дворим и книгой Белетбар, как в отношении сюжета с назначениями судей, так и в отношении сюжета с разведчиками идет спор. Теперь по каким параметрам идет этот спор? Ну, во-первых, очень трудно представить себе ситуацию, и это то, что отражается в книге Дворим, что провальная миссия была инициирована самим Богом. Мы не должны забывать о том, что все-таки Тора и последующая еврейская традиция в целом чуждается детерминизмом. И поэтому представить себе ситуацию, что Бог знает наперед о том, что произойдет, тем не менее, посылает этих разведчиков с тем, чтобы осуществить наказание, довольно трудно. Есть представление о человеческой свободе. Тогда мы оказываемся перед другой проблемой. Бог заведомо не просто дает добро, а инициирует провальную миссию. Значит, это изменяется целиком и полностью. В книге дворей миссия не инициируется Богом. Она инициируется теми, на кого возлагается в конечном счете вина, народом. Теперь второй момент. Роль Муше. Муше предстает в книге Бемидбар. Как это не трудно высказать, но в общем довольно беспомощным в этой истории. Он не в состоянии справиться с ситуацией. Он не знает, что делать. Повторяю, единственный, кто точно знает, что делать, помимо, конечно, самого Всевышнего, это Йошуа и Калеб, которые абсолютно уверены в своей правоте и знают, что нужно говорить народу. Теперь их слова трансформируются, переносятся в уста Муше, причем в стиле, я сейчас не буду заниматься стилистическими деталями, но в принципе то, как произносит Муше свою речь, я сейчас снова сделаю шерскрин, вот все эти слова, где он говорит это это терминология в первую очередь книги дворим. Муше таким образом предстает абсолютно уверенным в себе лидером, который знает, кто прав, кто виноват и как надо себя вести и что нужно сказать народу. Теперь сам народ, сам народ оказывается центральным виновником этой истории, он инициировал это и он же в результате берет как бы отказывается по словам Муше отказывается от того, чтобы входить в землю Израиля. Как бы вина разведчиков немножко сдвигается в сторону. Опять же, не аннулируется совсем, конечно, нет, но сдвигается в сторону, они как бы не главный игрок, они в каком-то смысле как бы как говорится Леавдель, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Главное здесь это сам народ, который отказывается войти в землю Израиля, который декларирует это, который говорит о том, что Бог нас ненавидит. Таким образом, рассказ о разведчиков становится совершенно другим. Его эпилог более-менее идентичен. Приговор по поводу смерти этого поколения. Дальше книга дворим в целом следует сюжет как бы линии того, что написано в книге Боми-2. Но первая часть видоизменяется целиком и полностью. И это, повторяю, на мой взгляд, имеет под собой вполне идеологические основания, которые в первую очередь направлены на то, чтобы изменить вектор того, ответить, короче говоря, на вопрос, кто виноват. Что делать и кто виноват? Наши знаменитые основные вопросы. Значит, в качестве небольшого аппендикса, небольшого аппендикса к этой же истории, я хочу представить, это уже как бы не идеологический спор, но это просто тоже демонстрирует то, что не устраивает книгу дворим в рассказе книги Бибетбар, и это просто деталь, но тоже подчеркивает как интерпретируется текст. В конце рассказа о разведчиках, как мы знаем, народ раскаивается и хочет войти в землю. Он говорит, мы войдем. И дальше, значит, несмотря на то, что Мушаим говорит, не делайте этого, у вас ничего не получится, потому что Господь уже не с вами. А там вас побьют, а маленькие тяньи, хананейцы, а они все равно пошли. В то время как Муша не уходил, Мушаи и Ковчег Завета не отходили от стана, то есть народ пошел на свой страх и риск без вождя, без Бога. Естественно, их побили. Теперь посмотрите, как это представлено в книге дворим. народ говорит прежде всего, мы согрешили, мы будем воевать, сделаем то, что заповедал нам Господь. Господь сказал мне тогда, пусть не поднимаются и не воюют, потому что я не нахожусь среди них, и пусть не, чтобы они не потерпели поражение перед своими врагами. И я сказал им тогда, вы не послушались Бога, а теперь вы хотите по собственному почину пойти и воевать, а приблизительно перевожу. Ну и дальше та же самая концовка. Что мы здесь видим? Это чисто нарративный элемент, но он тоже как бы о чем-то говорит. когда Муше обращается к народу, желающему как бы исправить свою вину и говорит им почему вы приступаете к слову Господа, буквально уста Господа, вы не преуспеете. Какой вопрос, скажите мне, простой и ясный, но вопрос может возникнуть в связи с этими словами Муше. Какой вопрос? Вот конкретно про этот стих. Какой вопрос? Это вопрос очень в духе мудрецов, мудрецов Медраша, Алмуда. Есть идея какой вопрос? Я отвечу на ваш вопрос, то, что вы написали в чате Григорий сейчас буквально через несколько минут. Я видел. Смотрите, вопрос, да, пожалуйста. Ну, можно это истолковать вопросы как два направления. Одно направление, почему вы не ослушали Всевышнего и не пошли завоевывать страну? Или второй вариант, почему вы идете сейчас воевать, когда вам сказали не надо идти. А где это вам сказали? Вот в этом то и вопрос. Замечательно, ясно, что вы говорите, вот теперь к этому мы и подключимся. Проблема книги Дворим заключается в следующем, на мой взгляд. Откуда Муша знает, что они не преуспеют? Где это сказано? Ниги Дворим это не говорится. Муша как бы говорит им, почему вы приступаете к слову Господа, у вас ничего не получится. Они хотят исправить свою ошибку, загладить свою вину. Казалось бы, похвальное начинание. Это же не то же самое, что они говорили, пойдемте вернемся в Египет. Наоборот, казалось бы, все хорошо. Откуда у Муша такая уверенность в том, что Бог этого не хочет? Он пророк, он пророк, он все знает. Этого сказать недостаточно. Это, опять же, из того рода ответов, которые говорят, это так, потому что это так. Вот он все знает. Для книги Дворим, равно как и впоследствии для мудрецов Талмуда, это недостаточный ответ. Поэтому, что появляется? Появляются слова Бога. На самом деле, Эмилия, скажу так, то, что вы сказали в общей форме, это как бы, вы правы, он пророк, и он все знает. Но откуда он знает? Нужно озвучить это знание, что Бог к нему, как пророку, обратился и сказал. Я же сказал, не все пишется. То, что не написано в книге Бамидбар, написано в книге Дворим. Это не противоречие. А я не сказал, что сейчас речь идет о противоречии. Я подчеркнул, что речь идет сейчас о другом, некотором нарративном элементе, который мы встречаем неоднократно в истории интерпретации текстов Торы. Мухахамим, а еще раньше, на самом деле, и в эпоху второго храма в некоторых текстах, желание восполнить что-то недосказано, оно как бы может быть и подразумевается, но все-таки недосказано ясным образом. И мы это вставим и скажем. И поэтому здесь, как настоящий мидраж, книга Дворим вставляет эти слова, вставляет эти слова и объясняет таким образом. Откуда, на основании чего Моше может сказать им, что вы поступаете против воли Бога. Один стих, и он как бы все ставит на свои места. Значит, да, вы правы, текст содержит много пропусков, но на том и стоит комментарий, что он эти пропуски и лакуны заполняет. И в данном случае речь не идет о противоречии, речь идет о заполнении лакуны, и это заполнение лакуны, это как бы очень известный ход мидража. Значит, я хотел бы здесь ответить на то, что написал в чате Григорий. Моше обижен, что из-за поведения народа ему не разрешено войти в страну, вся его речь упретит к народу. Это верно, что вся его речь упретит к народу. Как бы книга Дворим построена таким образом, что говорит Моше. Часто его речи не очень соответствует тому образу, который мог бы сложиться у нас по поводу Моше из книги Бамидбар. Например, книга Бамидбар подчеркивает один раз, по крайней мере, и говорит, что он был самым скромным из всех людей. Баиш Моше Анавми Коладан. Самым скромным, самым кротким. Это не очень-то соответствует тому образу абсолютно уверенного в себе пророка и вождя, который предстает со страниц книги Дворим. Изменился ли сам Моше или так книга Дворим пытается представить его образ, говоря от его имени? Это отдельный вопрос. Я сейчас в этот вопрос не вхожу, потому что он нас слишком далеко может увести. Но да, действительно, здесь в центре всего упрек брошенный народ. Теперь, как бы, поскольку мы, как я вижу, мы все равно не успеем, мы не успеем все равно затронуть все сюжеты сегодня, и поэтому часть останется на следующий раз. Это уже очень объемная тема. Я только хочу в качестве такого, что называется, промо, поставить такой центральный вопрос на обсуждение, в чем состоял грех Моше. Здесь мы тоже сравним сказанное в книге Бемидбар со сказанным в книге Дворим. Кто-нибудь из вас хочет в двух словах напомнить, в чем действительно состоял грех Моше согласно книге Бемидбар, причем я попрошу заранее сейчас не привлекать комментарии, которые это обсуждают, и как бы слой наслаивается на слой, потому что это такой очень болезненный и тревожный вопрос, почему Моше лишается права войти в землю Израиля, самый, казалось бы, великий еврейский вождь, пророк, уж кому-кому, как не ему туда входить, а тем не менее он этой возможности лишается. Согласно книге Бемидбар, а не более, а не комментариям возникших вокруг этого рассказа. Почему? За что на него накладывается такое наказание? Кто-нибудь может сказать? Это известно, он ударил по скале вместо того, чтобы просто сказать, но я бы хотел просто в заключении заметить, что все, что вы говорите, это все правильно, но я бы это назвал не Мидраж, а принцип дополнительности, то есть здесь нет противоречий, так же, как частица и волна, они дополняют друг друга, так же и одна книга дополняет другую книгу. как в предыдущем сюжете, потому что они дают телескопическое такое зрение, видение этой ситуации, да, вот, а они смотрите, это вопрос подхода, я еще раз говорю, я слышал то, что вы говорите, понимаю это, я еще раз говорю, что я как бы заранее с самого начала представлял вам два диаметрально противоположных подхода, касающихся взаимоотношений к книге Дворим и других книг Торы, можно видеть это как некоторое взаимодополнение и взаимообогащение, а можно видеть это как спор, внутреннюю скрытую полемику. Теперь, единственное, что я хочу добавить к вашему ответу по поводу рассказа из книги Бамидбар, это следующее, это верно, конечно, здесь написано, что Моше ударяет по скале, народ жаждет воды, воды нет, Бог говорит ему пойди к скале и скажи, собери там народ и скажи, обратись к скале перед их глазами и она даст вам воду. Значит, что значит обратись к скале, это не очень ясно до конца, важно нам другое, что этот, казалось бы, довольно странный эпизод, независимо от того, состоит ли вина Моше в том, что он ударил по скале вместо того, чтобы разговаривать с ней, или же сделал что-то иное, что мы еще обсудим в следующий раз, ну, например, если спросить такого уважаемого комментатора, о мыслителя, он не комментировал тексты специально, как Рамбам, так он скажет, что Моше был наказан за гнев, за гнев, что он невежливо и нехорошо в гневе разговаривал с народом Израиля. А что скала с точки зрения Рамбама так и подразумевала, что он должен был ударить в самом деле, чего говорить скале, неодушевленному предмету. Важно для нас другое, что Бог реагирует на это, на то, что произошло, крайне остро. Он говорит, вы не доверились мне, вы не осветили меня перед глазами сыновей Израиля, поэтому не вы введете эту общину, землю, которую я им даю. Значит, произошел драматический слом. Значит, мы в следующий раз немножко еще чуть-чуть поговорим о том, что же в самом деле можно здесь инкриминировать Моше, почему его поведение является свидетельством того, что он и Арон не доверились Богу и не осветили его. Что-то нужно было сделать другое. Текст достаточно энигматичный, он совсем-таки не ясный. Но так или иначе, мы убедимся в том, что книга Деварин совершенно иначе интерпретирует вину Моше. Совершенно иначе. Вне всякой связи с этой историей. Это я в качестве такой затравки на следующий раз. мы в следующий раз завершим разговор о книге Дворим. Не знаю, успеем ли мы. Я думаю, что успеем, потому что у нас осталось помимо этого еще два сюжета небольших по книге Дворим. и мы с вами обратимся в основном к книге Иошуа. Будем говорить о книге Иошуа и о завоевании Израиля. Но это уже в следующий раз. Вопросы, замечания? Можно вопрос? Да, конечно. Смотри, это сегодня уже упоминалось как бы несколько раз, но это как бы понятно, что это отдельная большая тема, но тем не менее как бы твое отношение, да? Да. Я думаю, когда есть такая некоторая априорная как бы аксиома о том, что все пять книг Торы, они получены на горе Синай, мужей записал под диктовку Всевышнего, спустился и дал народ. С устной Торой, так дальше это как бы письменная Торой, это да. Но как бы на уровне более-менее простого читателя все равно очевидно, что пятая книга книга дворин, она совершенно отличается от четырех предыдущих. Четыре предыдущих, они, грубо говоря, описывают происходящее, да? То пятая книга, она больше похожа на эмоциональное изложение, да? И так она называется, книга дворин. Рефлексия. Да-да-да, от имени, я хочу сказать, мемуары, от имени личности, персонали, которой нет Всевышнего. Понимаешь? Да. Поэтому, когда мы, когда ты задаешь вопрос, или мы вместе с тобой задаем вопрос, а почему книги творим это так, а это не так? Не следует ли, вот то, что я аккуратно как бы пытался сказать в первой части, да, является ответом на вторую часть? Да, конечно, это так, потому что пятая книга, она совсем другая, это личностный взгляд, Моше, который говорит о своих обидах, о своих тяжелом пути, о всех разборках, которые были. В конечном счете говорить, ребят, я из-за вас не вхожу в землю, вы все это сделали. Ну, вот, как бы так. Хотя, надо сказать, что не история, связанная с разведчиками, перекрыла Моше согласно, путь в землю Израиля. А вот, что прикрыло ему согласно книги дворим, мы увидим. Вот, но да, я согласен. Кстати, Хохамим, мудрецы тоже задавались этим вопросом, и появляются, например, такие суждения, что, хотя, с одной стороны, Тора вся дана была на Синае, но с другой стороны, Тора Мегилот-Мегилот-Мегилот-Метна. Да, значит, что значит Мегилот-Мегилот, что записывалась она постепенно, и что книга дворим, говорится, в конце концов, отражает события, вот, как бы, перед смертью Моше, и записывается она непосредственно тогда. А скуда это выражение Мегилот-Мегилот? Я, честно говоря, но я как бы упал. Это из Талму, да? А, да, Мегилот-Мегилот-Мегилот. Да, да, Тора Мегилот-Мегилот-Мегилот-Метна. Есть такое, есть такое, сейчас, одну секунду, да, я постараюсь сходу вытащить ссылку, но это это, грубо говоря, это не отрицает божественное происхождение Тора? Что значит отрицает? И что, какой смысл в этом вкладывается? Значит, в это вкладывается смысл такой, что даже если даже если Тора, вот ссылка на Талмуд-Бавли, Гитин, Давсамы-Хамудалев, это одно из мест, на самом деле, это выражение появляется в нескольких местах, вот, то в записи ее, да, значит, в записи ее, вообще есть некий большой спор уже между мудрецами и последствиями комментаторами, что записывалось самим Моше, да, и как бы есть разные на этот счет мнения, что он получил всю Тору, но может быть, как бы записывалась она поэтапно, вот это Мегилот-Мегилот-Метна, это поэтапное записывание Торы, которое было закончено непосредственно в момент смерти. Написал Моше, написал Моше, значит, писал Моше, да, правда, как говорится, опять же, значит, в некоторых текстах у мудрецов, что могли Моше написать рассказ о собственной смерти. Это да, это известно. И, значит, по одному изменению, Иошуа дописал, там рассказы по-другому мнению Моше написал. Был пророк, знал, как он умрет. Да, как бы, иными словами, я хочу сказать, что есть разброс мнений. Значит, как бы, мудрецы позволяли себе и не видели в этом большой проблемы выдвигать достаточно, как бы, непростые гипотезы, которые, в общем, могут повергнуть в изумление, в недоумение, в какое-то сомнение породить. Их это не пугало. Их это не пугало. Они были готовы на это. Вот это поразительно. Вот это больше всего поразительно. Да, потому что они, как бы, исходили из того, что в тот момент, и это, как бы, это с мудрецов, в тот момент, когда, после того, что Тора была дана, после этого она сошла с небес на землю и стала, как бы, попала в руки этим же мудрецам. Теперь они распоряжаются, как бы, ею. Это то, что, кстати говоря, возводилось, это носит очень полемический характер этого утверждения, потому что то, что возводилось в вину, инкриминировалось прушин в свое время, так это описывается, не дошли тексты садукеев, но постоянно утверждается, что садукеев говорит, откуда вы это взяли, это не написано так. По какому праву вы так вольно интерпретируете текст, текстуру? По такому праву, что Тора сошла с небес и перешла в наше ведение. Кстати говоря, единственный текст, который на это действительно обращает внимание, дошел до нас, текст из Кумрана, который называется в академической литературе Микцатма Асае Тора, вот, и там, как бы, этот текст послан от имени руководителей общины, по-видимому, обращается к руководителям и говорит, вы неправильно интерпретируете Тору, вы позволяете себе отходить от ее буквального смысла, вот, но мудрецы себе это позволяли, они себе это позволяли, и позволяли разброс мнений. То, что я пытался показать сейчас, это то, что на самом деле то, что у мудрецов делалось в открытую, и они этого не скрывали, то в самой Тории, в Танахе в целом, существует в скрытой форме вот это многоголосие, спор, какие-то внутренние несогласия, они существуют. Это нисколько в моих глазах не умаляет текст Торы. Наоборот, он его делает более сложным и объемным. Вот мой учитель Исраиль Кноль назвал этот феномен многоголосием Библии, полифонизмом, если угодно. Одна из двух книг так и называется Many Voices in the Bible. Вот. Это как бы так, вкратце. Можно такое маленькое, я забыл что-то сказать, замечание, что вот не существует ли такого этикета, если царь выступает перед народом и какой-то советник ему когда-то дал какой-то совет, он будет его вспоминать при этом, когда он, представьте себе там премьер-министр, ему кто-то что-то посоветовал, он будет, он говорит от себя уже, как бы, он не будет вспоминать, кто ему дал этот совет, как и Тро, понимаете, он его, как бы, тоже момент такой вот. А то, что вы говорите, это все правильно, но это, я не считаю, что это противоречит, то есть в одном художественном произведении могут быть и противоречивые высказывания и даже взгляды, но это цельное произведение, оно едино. Могут быть, я с этим не спорю, конечно, могут быть. Да, Йосеф, вы хотите сказать? я хочу сказать, вот как раз, что в моих глазах вся книга написана автором или авторами, не Маше, и в ней явно выступит, что авторы хотят исправить образ Маше, который сложился в предыдущих книгах, и в данном случае Ситро, то есть не гоже Маше не понимать такую, как бы, простую, элементарную вещь, что надо постарались судей, и невозможно самому судить всех. Это просто как-то, он тогда выглядит просто даже глупым, что это элементарная какая-то вещь, и поэтому это, безусловно, надо исправить. И также все другие вещи, о которых сегодня шла речь. То есть в книге Дворим образ Маше выглядит гораздо более лучшим, более цельным, более интересным, более … Насчет того более интересного это вопрос скуса… Да, даже интересно, боже, боже, безусловно, как безусловно, в моих глазах какая разница, ударил по скале или сказал в скале, это вообще какая-то несерьезная причина, что это такое доказание. Мы об этом поговорим. А вот дайте договорю, а вот действительно, что касается с разведчиками, вот это действительно серьезная причина, которая должна была вызвать гнев Всевышнего. и здесь это исправляется, что вина перекладывается с Маше на народ. Не Маше вот такой слабовольный, что не мог дать ответ, не мог принять правильное решение, а это вина народа. И вся книга Дворим, она как раз подталкивает к идее, что народ ослушивался и также пошел, когда Маше сказал, что не надо идти воевать, он пошел, то есть каждый раз он не послушался и это непослушание приводило к разным трагедиям. их не послушали, а вот так не во всем все видится. И исправление образа Маше в книге Дворим. Я принимаю то, что вы говорите, я, собственно говоря, ровно примерно это же и говорил, я только считаю, что этим все дело не ограничивается только исправлением образа Маше. Есть и другие элементы, которые нуждаются в исправлении, и одна как бы можно называть это словом исправление, можно называть это словом интерпретация. Я, как вы видите, совершенно сознательно, я этого даже не скрываю, избегаю обсуждения вопроса о том, кто, когда, что написал. Потому что это совершенно отдельная дисциплина. я мог бы об этом говорить, не есть что на тему сказать, но это как бы тогда мы должны начинать совсем с другого и говорить о еще довольно большом количестве вещей, которые я сейчас не могу затратить. Поэтому я ограничиваюсь просто утверждением, что есть явное различие между двумя книгами, между книгой дворим и другими книгами туры и одним из возможных объяснений этого различия заключается является то, что книга дворим противонаправлена, что она содержит в себе скрытую полемику по отношению к предыдущим текстам. Да, Миша. Смотри, там видно, что она хронологически не на месте. Она в идее хронологически должна быть в книге Бамидбар. Это книги Шмот это хроша народное тело. Это не может быть связано с тем, что ты говоришь. Я не понял, почему это должно быть именно в книге Бамидбар. Потому что Тро говорит, они там жертву приносят, когда жертвенник еще не построен. Смотри, это опять же отдельный вопрос. Это не мудрецы говорят. Я знаю, мудрецы сами говорят, спорят о том, когда пришел и Тро, до дарования Торы, после дарования Торы. После дарования Торы. Опять же, куда поставить этот рассказ, это отдельный вопрос. Это не снимает вопрос о взаимоотношениях этого рассказа с тем, что говорится в книге дворейм про суде, когда говорится, это органически вплетается в текст. А глава Тро, она инородная тема. Она не очень соответствует тому тексту, который до нее и после. Ты хочешь сказать, что соотношение между текстами положено? Я думаю, книги дворейм, чем парашют и Тро. Короче говоря, версия книги дворейм исходная, как бы сказать, версия книги шмот вторичная. Это интересное альтернативное мнение и версия. Единственное, что следует задаться вопросом, а знает ли версия, выражаясь своим языком, альтернативная версия книги шмот, знает ли она версию книги дворейм? Если знает, если знает, тогда надо сказать, это довольно странно. Наверное, не знает. Окей. Значит, опять же, можно... У нас есть еще один момент про праздники. То есть описание праздников книги дворейм, оно заметно укорочено по сравнению с тем, как есть книги шмот. Не только укорочено, оно изменено. Изменено и укорочено, но причем если книги дворейм более короткие списка, в других списках более длинные, то, наверное, оригинальные все-таки книги дворейм. Секунду, секунду, давай поправимся. Описание, которое ты говоришь более длинное, содержится в 23-й главе книги «Вейкра» и в 28-й главе книги «Бамидбар». И шмот как раз встание праздников очень короткий. Я заведомо сказал, когда меня задали этот вопрос, что есть как бы такой, опять же, можно разной терминологией пользоваться, но, скажем так, слой Торы, который мы назовем священнической или жеческой традицией. По поводу датировки этого слоя и взаимоотношения его с книгой «Дворим» споры ведутся еще с середины 19-го века. Значит, как бы мнение разница. Разница – это не тот слой, который мы сегодня обсуждаем. Не тот слой, нет, не та тема, которую мы обсуждаем, потому что это вопрос закона. Но надо сказать, уже, Коля, ты этот вопрос поднимаешь, что то, что сегодня называется термином библейской критикой, библейская критика, по-простому, научно-критический комментарий к библейским текстам, начался как раз с законодательной части, не с нарративной. он в каком-то смысле начался с нарративной, но это то, что происходило в 17-18 веке. Основное исследование, которое началось с середины 19-го века, оно занималось в первую очередь законами, и законы о праздниках в том числе, и обсуждался вопрос относительной датировки. Но это, опять же, другая совершенно тема. есть еще очень много вопросов и возможностей дискуссии, обсуждений. Опять же, как на всех наших занятиях в целом курсах, наша, я считаю, главная суперцель это приоткрыть перспективу, расширить горизонты, а дальше люди продвигаются с нашей помощью. Может быть, Антан, может быть, действительно вот та идея, которую ты подбросил, подумать над ней может в какой-то момент действительно устроить круглый стол, и тогда все смогут высказать. Смотрите, во-первых, up to you, это к чему частникам, которые остались, и тем частникам, которые будут слушать это занятие в записи. Смотрите, имеет смысл проводить такое обсуждение за круглым столом по материалу того, что прошло, включая какие-то более общие вопросы. Но я считаю, что это правильно приводить, если народ предварительно пришлет какие-то вопросы, тезисы, о чем говорить. Просто так открывать, что, грубо говоря, два-три человека или один-два человека разговаривали с Димой. Я могу сидеть с Димой, Давидом, и разговаривать больше, чем час, да, сто процентов. Но это не наша задача, да? Поэтому если народ соизволит и пришлет, будет какой-то комплекс вопросов, не знаю, десять вопросов, двенадцать, пятнадцать вопросов, это можно обсуждать. Если пока этого не будет, мы как бы не будем специально делать и, грубо говоря, тратить на это время. Окей, хорошо. По-моему, это как бы легитимно и неправильный толерант. Окей? Огромное спасибо, Лев, дико интересно, да? Вызывает многое чувство, это, видимо, правильно. И в этом как бы общая задача я обещаю ремонт, потому что мы перестаем заниматься ликбезом, ликбезом мы не можем заниматься на уровне десяти лет, существуем уже порядка десяти лет, существует очень много источников в гуглах и все прочее. Мы занимаемся очень интересной специфической области, которой практически никто не занимается. Так обычно все говорят по своей области, но мы тоже так говорим. У нас есть кабало, так как он называется. Хорошо. Всем счастливо, пока. Спасибо. Спасибо. Слева. Всем пока. Счастливо. Будьте здоровы.